Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео будет нечто особенное. Будет обзор портативной электростанции с аккумулятором 180 000 мАч. Поехали. Для чего нужна портативная электростанция? Она нужна в том случае, если вам понадобится электричество. Когда у вас, например, его отключили в квартире, когда вы захотели выехать на природу. И также это пригодится в некоторых профессиях. Так, ну что, посылка прибыла. Посмотри, какой он огромный. Сейчас будем распаковывать. Так, в коробке у нас зарядное устройство, вилка, инструкция по эксплуатации, стикер. О, тяжелый. Ну и непосредственно сама портативная электростанция. Коту очень интересно. Выглядит как-то так. Вот так он выглядит. Сверху у нас прорезиненная толстая ручка. Довольно-таки удобная. Что по весам? 7,7 килограмма весит наша станция. Теперь перейдем к тому, что она умеет и как пользоваться. Итак, что у нас тут имеется? Ну, для начала давайте его включим. Для этого нужно удерживать кнопку включения. Здесь он нам показывает заряд. каждое деление это 10%. Здесь он будет показывать потребляемую мощность. И чуть ниже примерно оставшееся время. Это у нас фонарик. То есть при нажатии произойдет вот это. Причем светит довольно-таки мощно. Для того, чтобы выставить полную яркость, нужно нажать один раз. Если хотите 50%, то нажать второй. И есть режим SOS. Ну, вдруг вы в лесу застряли, что-то случилось, и вам срочно нужна помощь. Нужно нажать третий раз. Это сигнал SOS. У нас есть две розетки, куда вы можете подключить приборы 220 вольт. Сейчас он просто перешел в стендбай. Здесь у нас разъем для прикуривателя. Сюда вы сможете подключить разные автомобильные приборы с таким разъемом. Кстати, у прикуривателя есть еще вот такой вот разъем. То есть там тоже 12 вольт 10 ампер, но просто другой разъем. Идем далее. У нас есть два режима AC и DC. AC это у нас переменный ток, DC постоянный. Ну, простыми словами, AC это для включения розеток. DC у нас для зарядок USB и Type-C. Все просто. Ничего сложного нет. Давайте продемонстрирую. Вот вы можете видеть, в моих руках сейчас находится обычная лампа настольная. Для того, чтобы пустить питание на розетке, нужно нажать вот сюда. AC. Все. Как вы можете видеть, появился специальный значок. Тут у нас указана частота, ну и обычная розетка. Теперь подключаем прибор. Ну и как вы можете видеть, лампа у нас горит. Здесь показывается потребляемая мощность. Получается, это 5 Вт. Для такой лампы очень мало. И посмотрите на оставшиеся часы. То есть 98 часов мы сможем использовать данную лампу. Если вы находитесь там, где не ступала нога человека и живете в палатке, то я думаю, с этой штукой свет у вас будет в избытке. Теперь выключаем. А вы спросите, а что, можно подключить только два прибора? На самом деле нет. В принципе, вы можете использовать тройник. Самое главное, чтобы к нему не были подключены устройства, которые потребляют огромное количество энергии. То есть, если вы сюда подключите просто освещение, ничего не произойдет. Самое главное, сюда не подключать триммер, ну и так далее. Все, что ест огромное количество энергии. Не думайте, что весь обзор будет здесь, в квартире. Я обязательно выдвинусь на природу и сниму там интересное очень видео. Но я это покажу чуточку позже. Так, ну мы с розетками разобрались и с прикуривателем. Теперь, что касается зарядки. Как вариант, вы можете просто подключить зарядку для айфона в розетку, да, с помощью адаптера, ну и заряжать. Это один из вариантов. Вариант номер два. Переключаемся на DC. Заметьте, что можно задействовать сразу все. То есть, и розетки, и зарядку для телефона. Все будет работать одновременно. К примеру, я хочу зарядить айфон. У нас оригинальный кабель Type-C. Включаю его сюда. Можно сначала подключить. У нас же от DC постоянный ток, да. Вот, смотрите, все пошла зарядка. Подойдет ли это для айфона? Здесь написано Power Delivery 30 ватт. Вот список, например, тех зарядок, которые подойдут к iPhone 14. Для того, чтобы его быстро зарядить, а это, собственно, есть этот тип зарядки, достаточно будет 20 ватт. То есть, вам нет смысла подключать его к 100 ватт. Эти же разъемы вы можете использовать для зарядки ваших ноутбуков. Причем скоростной зарядки, что тоже, согласитесь, очень удобно. Так, USB, есть на 12 ватт, есть на 22. Теперь мы все это дело отключим, выключим нашу электростанцию. Я покажу, как ее зарядить. В инструкции написано, что не стоит ее разряжать ниже 20%. Видимо, это может снизить емкость аккумулятора. Поэтому, если у вас такая штука будет, старайтесь держать ее заряженной. Ну, зарядку, которая идет в комплекте, я показывал. Работается очень просто. Вы подключаете вот сюда input, входящий, разъем. Электростанция у нас выключена и просто подключаете к сети. После чего начнется заряд. Так как здесь огромная емкость, время заряда 74% до 100 займет, то есть 26%, где-то 2 часа. Вот здесь он покажет, сколько осталось до полного заряда. Ну вот, а теперь мы отправимся на природу и будем тестировать все это там. Поехали. А сейчас я сделаю нечто необычное. Я возьму с собой второй компьютер с процессором i7-3770K, обзор которого вы можете увидеть по ссылке в описании. Далее возьму монитор, динамики, клавиатуру мышь, даже стол, ну и естественно портативную электростанцию. Приеду на природу и запущу там компьютер. Об этом, кстати, будет отдельное видео. Оно выйдет после этого видео. Ссылочка будет в описании. Казалось, все это дело не так-то уж просто было загрузить в автомобиль. Я решил совместить приятное с полезным, взять еще шашлычок и отправиться на природу за 250 километров. И вот мы находимся на берегу замечательного пруда. Я собираю стол, устанавливаю компьютер и подключаем все это дело к электростанции. Как вы можете заметить, я использую сетевой фильтр для того, чтобы подключить дополнительно еще колонки. То есть у нас подключен компьютер, монитор, это две вилки, еще одна вилка динамики. Все работает отлично. Единственное, что вы должны помнить, это написано в инструкции включать. Приборы выложены не одновременно, а один за другим, чтобы не было скачков напряжения. То есть сначала мы включаем компьютер, потом мы включаем монитор, потом включаем динамики. Циферблат нам показывает, что потребляемая мощность где-то в пределах 100 ватт. Можно сказать, наш второй компьютер практически ничего не ест, но монитор тоже немного потребляет, колонки еще меньше. И вот с таким потреблением мы можем использовать электростанцию на протяжении огромного количества часов. Простыми словами, вы сможете играть на компьютере стационарном на природе огромное количество времени. Но также тут есть возможность заряжать телефоны. Об этом я говорил в начале. Сюда же вы можете подключить освещение и все может работать одновременно. Я думаю, это устройство будет практически незаменимым, если вы отправляетесь в поход, кемпинг, отдых, палатках на природе и так далее. Данная электростанция есть в продаже на Озоне. Все ссылки будут в описании, если интересно. Ну вот, в принципе, на этом все. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, в какой ситуации вам бы пригодилась портативная электростанция. Не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.